Всем привет! На связи мотосалон Мотовектор. Как всегда, мы рассказываем специально для вас про самые прикольные и интересные тачки. Сегодняшний день у нас, ну я бы сказал, даже сильное не исключение. Я уже со снегоходами работаю несколько лет, и несколько лет, пока я работал со снежниками, я еще не видел этой тачки. Но на бумаге она существовала, и именно в этом году мы его привезли. Это один из самых популярных снегоходов на уровне со снегоходом Стелс Тавр, Стелс Викинг 600. Короче, со всеми двух тактиками, вы поняли, да? Сегодня у нас на обзоре снегоход Стелс Атаман 600. Погнали! Начнем вообще с идеологии снегохода. Снегоход у нас в первую очередь туристический, неутилитарный. Интересно, он довольно-таки высокий, у него все четко под стоечку, то есть вот мы спокойненько встаем. Полный рост, все хорошо, как говорится. Мегаход туристический, гусянка у этого снежика у нас 500-я, мы к ней вернемся отдельно. 500-я гусянка, коробка передач, специально для тех, кто хотел себе двухтактный снежик от Стелс, который еще и рулится, и немного весит, и при том еще и с коробкой. Вот он, пожалуйста, есть у нас в наличии. Продолжим за внешку, за моторчик. Мотор у нас здесь установлен двухцилиндровый воздушного охлаждения с рядом расположением цилиндров, мощностью 57 лошадиных сил, двухтактный. Масло с бензином нужно, конечно же, мешать, маслонасос у этого мотора отсутствует, как и маслобак. Кто-то скажет, что не совсем практично, там маслонасоса нет, надо все самому мешать, лень и так далее. Но с другой стороны, ребят, давайте будем смотреть правде в глаза. Маслонасос, как и маслобак, это узел, который может в легкую отрыгнуть, вообще без проблем. И неважно, будет это там Стелс, или там, например, БРП, ПАЛАСК, Артикет и так далее. На любой технике маслонасос может отрыгнуть. Если он отрыгивает, вы забыли, ну, масло не идет в мотор, соответственно, с бензом. Мотор не смазывается, и как только клинит. А на некоторых снегоходах это крайне дорогостоящий ремонт. А здесь замешали, залили, все, дальше просто гашетку откручиваем, поливаем. И не особо напрягаемся из-за масла и так далее. Продолжим дальше. Раз уж мы возле передней части, подвеска у нас идет телескопическая. Все, как мы любим. У нас не все любят рычажную подвеску, хотя она и рулится лучше. Здесь у нас телескопы. В штатной комплектации у нас идут расширители лыж. Вот, спереди у нас установлен вот такой вот бамперочек. В принципе, как вариант, на него можно повесить сюда лебедочку при необходимости. Есть отдельные кронштейны, можно вывести проводку, все это не сложно. Внешка, у снежка. Выглядит он довольно-таки интересно. Выглядит он не просто как стандартный рубленый топором, максимально квадратный стандартный вытиль. Нет, он выглядит реально сочно. Это, наверное, один из самых красивых снегоходов у стелса. Реально выглядит очень хорошо. Ветровичок, ветровое стекло. Оно довольно-таки гибкое. То есть, вот, оно довольно-таки хорошо гнется. Опять же, в морозы, минус 35, я бы не рекомендовал его сильно гнуть. Сами понимаете, оно может лопнуть, может резать и так далее. Ветровик довольно-таки высокий, поэтому, если вы будете ехать сидя, есть вероятность того, что на вас не будет попадать ветер, снег и так далее. Но, опять же, смотря в какой кухляк едете, иногда и ветровик не помогает. Вот. Погнали к задней части. Сзади у нас тоже все довольно-таки культурно. Начну, наверное, с того, что у нас здесь довольно-таки огромное место багажное. Сюда можно поставить кофр. На него существуют хорошие заводские кофры. Можно, конечно, пластик поставить, но у нас большинство наших клиентов отдает предпочтение тряпичным кофрам. Кофры фирмы Басик у нас всегда в наличии, на абсолютно разную технику. И на этот снежник не исключение. Ставим кофр. Кофр здоровый, можно туда все, что угодно закинуть. Реально, там очень много места. Сзади у нас установлен стоп-сигнал. Можно, как вариант, сюда вывести еще индикацию задней передачи. На случай, если вы катаетесь не один, например, а в банде, там, 25-6 снегоходов, чтобы у вас там товарищ, например, не заехал и так далее. Также мы как тюнинг в том году. Ну, кто смотрит наши видосы по снегоходам, знает, наверное, видел. В том году мы как тюнинг ставили сюда фонарик. Он и может работать на задний ход, но также еще может работать как допсвет. Просто если сзади вы, допустим, на охоте подстрелили какую-то дичь, вечером разделываете мясо, включили в себя фонарик спокойно и... Задняя сцепка стандартная для снегоходов. Саня Буакуша, пожалуйста, must have. Вот такой вот у нас брызговичок установлен. Доковых брызговиков у нас нет, есть только задний. Задний брызговик у нас пластиковый. Ребята, насколько надежен этот узел, как бы... Ну, он крепкий, он держится, с ним все хорошо. Пластик, в принципе, стандартный. То есть он немножко гнется, все дела. Но сами понимаете, что в мороз все это работает совсем по-другому. Вот. Теперь гусянка. Гусянка, как мы сказали, у нас до этого 500-ая, композитовская. Кстати, сейчас можно реально наблюдать здесь. О, стелк прям все четко, конкретно под снегоход. Сделан направляющие гусянки, все, и, соответственно, есть. 500-ая гусянка, она вам даст возможность по... Не просто покататься, как говорится, по накатанной, там, по насту и так далее. Вот. Есть еще возможность спокойно заехать в Пухляк, в Пухляке, подурочиться, поугарать, позакладывать снегоход. Как говорится, все, как мы любим. В душе мы все дети, и все любим навалить и поугарать. Вот. И этот снежик вам реально даст такую возможность. И также вы можете спокойно ехать в Пухляк, не переживая за то, что вы утонете, закопаетесь, там, все, снежик уйдет, вы не выйдете из леса. Нет, 500-ая гусянка этим и ценится, что можно спокойно ездить в Пухляк. И рулежка, снежика, остается. Теперь мы присаживаемся в салон этой тачке и расскажем, что же нас встречает здесь, внутри. Здесь очень много всего интересного. Поехали. Первое. Одним легким движением ноги мы плавненько приземлились на седуху. Седушечка довольно-таки удобная. Руль. Все сугубо индивидуально. Здесь у нас траверсы. Ну как, крепление руля настраиваемое. Расслабляем чуть-чуть поближе, подальше для себя двигаем. Я бы, например, себе чуть поближе сделал руль, чтобы сидим не было удобнее. Ноги у нас там, где нужно. Если, в принципе, поднастроить руль, мне не придется садиться прям вплотную к снегоходу. Я не буду упираться. А так, в целом, место есть. Седушечка большая. Вот я спокойненько сел. Руль. Опять же, повторюсь для тех, кто будет писать потом, что вот он до руля тянется. Расстояние километра. Так, ребята, настроили механики при сборке. Я бы сделал себе конкретно чуть поближе, чтобы мне было больше комфорта. Вот. Теперь погнали дальше. По оснащению, приколам и так далее. По правой стороне у нас все стандартно. Здесь у нас курок газа, ручка, кнопка двиг-старт, двиг-стоп, замок зажигания. И коробка передачи. Коробка у нас имеет пониженную, повышенную, нейтраль, заднюю передачу. Это у нас все-таки снегоход. Вот. Дальше. По центру у нас бак, чека безопасности. Здесь у нас также трость газа прокладывается, стойка, стропа. Специально для того, чтобы можно было свешиваться, как говорится, и держаться за руль. Удобная штука, нужная. Перчаточный бардачок. Очечница, можно назвать это все дело по-разному. Вот тут вот столько пространства у него. И приборка. Приборка абсолютно такая же, как на снегоходе Stealth Viking 600. Для тех, кто с ними сталкивался, тот понимает, о чем идет речь. Так, и по левой стороне погнали. Здесь у нас подкачка. Подсос. Напомню, что у нас 600-е моторы идут карбовые. Карбюраторы у нас установлены в Микуни. Дальше. Вот здесь уже пульт максимально нагруженный. Тормоз. Плажок у нас в парковке. Запомните всегда, когда садитесь на снегоход или квадроцикл, сели в первую очередь, нажали на тормоз, чтобы не стартовать на ручнике, иначе перегреет. Ну, сожжать ремень. Здесь у нас туманки. Сюда можно вывести отдельный дополнительный свет наперед-назад, и запитать на эту кнопку. Мы это делаем, мы это можем. Дальше. Подогревы. Подогревы рукояток у нас отдельной кнопкой идут. Подогревы курка отдельной кнопкой идут. Два режима. Режим среднего подогрева, которым я обычно пользуюсь, он, в принципе, подогревает, руки не жжет, все хорошо, все четко. И режим максимального подогрева, я даже не знаю, какая температура должна быть, чтобы использовать этот режим. Там аж обжигает руки в минус 20. Ну, как бы, понимаем, катаюсь в перчатках, все дела, то есть не вот так вот. Подогрев рукояток у нас не спасает от ветра. Вот. Катаясь в перчатках, и даже в перчатках, на втором режиме очень жарко. Прямо тяжело. Дальше кнопочка стартера у нас идет, стандартная, и ближний-дальний. Кнопочка. Все, больше ничего сверхъестественного. У этого снегохода нет. Сейчас я плавненько переместился на место для пассажира. Что хочется отметить, места действительно много, хорошо, то есть сидишь удобно, как говорится, с кайфом. Есть разделение пассажирской и водительской сидухи. Водителю больше места. Это хорошо, это плюс. Рукоятки тоже присутствуют, чтобы держаться за них в режиме жесткого навала. Гошетка в пол, все дела, там, закладывание, переворачивание, снегоходы и прыжки. Прыжки чуть не забыли. Спиночка у нас регулируемая пассажирская, то есть можно настроить ее, опять же, под себя. Сели, поставили, как вам удобно. Все, сидим, кайфуем, отдыхаем, пока там водитель у нас газует. Что бы я хотел добавить конкретно для пассажира? Подогрев сидуха можно поставить подогрев, отдельно вывести, вопросов нет. Это тоже делается, причем манипуляции несложные. Подогрев рукояток. Значит, объясню, здесь у нас кожух идет вот такой вот ветрозащитный. Не задувает как бы здесь, то есть едешь, у тебя рука закрыта. И подогрев рукояток поможет не мерзнуть окончательно. То есть едем, все, ручки у нас изолированы, ветер не попадает на них. Подогреваются, все отлично. Напомню, что мы являемся эксклюзивным дилером компании Stealth. Соответственно, у нас можно произвести очень большое количество работ, включая тюнинг, обслуживание снегоходов, гарантийные ремонты не только снегоходов, но еще и квадроциклов Stealth. Также у нас можно приобрести весь модельный ряд техники Stealth, а это у нас квадроциклов Stealth, Stealth Leopard, снегоходы всевозможные. У нас скоро капитаны появятся, у нас тавры есть. Ждем викинги, атаманы, витязи. Все это просто в невероятном количестве у нас наличие. Тюнинг, доработки, свет, подогревы, лебедки и так далее. Все невероятно возможные работы, которые можно только придумать с снегоходом. И не только, мы можем сделать. И причем все это для вас будет без потери гарантии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА